Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и Фортнайт, небольшой обзорчик на новый скинчик, который добавили нам в игру сегодня Кратос. Я сначала, ну, как бы не очень собирался, но так думал, может сделать, не сделать, ну, подумал, ладно, сделать, ну, как бы я уже купил его, так получилось. И я когда вот подбирал эмоции, там, чтобы ему, мне некоторые эмоции показались очень как-то смешно и странно выглядят на этом скине. Давайте, допустим, еще даже посмотрим, сразу же, как бы начнем с этого. Допустим, первая эмоция, у меня как-то женский скин выбран, да, это эмоция для женского скина нормальная, ну, допустим, на Кратосе она крайне смешно выглядит, это эмоция в самое сердце. Ну, согласитесь, это как бы, не знаю, даже вот реально позитив просыпается, очень смешно даже. Ну, допустим, давайте еще какую-нибудь эмоцию, как-то для Кратоса, бога войны, такого свирепого, да, вот эти эмоции вообще как-то очень странные. Ну, это понятно, как бы, там, все это для женских больше скинов подходит, но, ну, вот эта эмоция к Сагадару ему, в принципе, еще нормально. Я какой-то еще эмоции видел, но только как-то нас странновато была, сейчас ее найдем. Сейчас еще так, где-то она была. А, у Таиска была, ну, как бы, уже менее, конечно, смешно, но, как бы, не знаю, не очень, да, так подходит, если честно. Так что, так вот с эмоциями как-то, вот его, как бы, эмоция вот такая вот у нас свирепая, да, вот топор заледенел, потом раз так лед сбросил. Вообще, довольно-таки классно все сделано, новое теперь появилось у нас качество скинов кирок и всего прочего, легенды видеоигр. Я думаю, наверное, будут теперь что-то добавлять такое. Ну, как бы, анонсировали уже заранее, как бы, еще, ну, не должен быть, да, Хейла, Мастер Чиф, ну, вот, уже его слили. Так что теперь все знают, что когда-то должен появиться, ну, теперь неизвестно когда, Мастер Чиф. Так, ладно, давайте посмотрим в игре, как вот работает кирка, как работает дельтаплан, как вообще, вот эта голова, рюкзак его, да, выглядит. Давайте командную подссылку запустим. Так, все, загрузились мы, вот наш Кратос, подлоги маленькие. Ну, слушайте, топор вообще офигенный. Он начинает светиться, когда ты им орудуешь. Не, выглядит вообще прикольно. Так, ну, давайте, куа, сейчас высадимся. Вообще, без разницы, допустим, сюда вот, давайте, беспечный берег. Вчера мы ныгать не будем. Так, чисто посмотрим его. Просто не знаю, как-то вот это странно будет, такое ощущение, ну, когда будет герой, который оружие никогда в жизни не держал. А, кстати говоря, дельтапланчик-то прикольно, но не такой щит. За цепочкой так держится. Мне классно вообще дельтик. Мне нравится. Ну, давайте, не знаю. Сейчас так посмотрим оружие, как он еще надо подобрать, чтобы разненькое было. Как он вообще его держит. Прикольно-то, и вот то, что у него там бандирование, оно все там шевелится, так все дергается, и... Ага, допустим, железяки какие-то даже выдают звуки. Это круто. Не, кирка вообще офигенная, вот в плане топора, вот она, лимфический калаш. Не, вот реально, и звук как бы удара, и сам топор выиграет. А, и вон, смотрите, он меняет. Он то левой, то правой рукой бьет. Размах, размах, потом раз, он меняет руку. Вот это круто. Получается, топором он, если хочет нанести хороший удар слева, то он бьет в левую руку. Вот это классно. Вот даже цепи призрачного гонщика, они такие крутые, как вот этот топор, честно скажу. По моему мнению, реально. Еще было прикольно, как он в игре этот топор запускал кого-нибудь, да, вот, допустим, у тебя кончились патроны, я вообще там, просто сказал, они запульнулись в этот топор, и потом он к тебе он гнулся, вообще был просто супер. Ну, это как бы уже не то, конечно, что как бы, ну, задумывался с разработчиками. Просто было бы, ну, считай, крутяк. Не, реально круто. Так, давайте посмотрим оружие, как он делает. Лысенькая башонка, башонка, башонка такая лысая. Нет, дельтаплан, давайте еще раз посмотрим, сейчас я заберусь повыше. Сейчас мы посмотрим, что дельтапланчик его. Не, классно вообще. И звук такой вообще, падение. Не, круто. Ну, как-то карта с оружием, это очень необычно, если честно. Не, ну, это, конечно, круто. Ладненько, в принципе, че. О, а когда прыгаешь, он в рот открывает этот рюкзак. Я сейчас просто заметил. В рот открыл. Мне был открыт рот, я видел. Так, ладно. В принципе, очень довольно-таки крутой скинчик. По-красски я признаю, что гонщик. Так, то, что ливаем. Так, ну что, вот мы опять в лобби. Не знаю, мне скин понравился, очень круто выглядит. Конечно, многие вещи необычные, да, так как он бог войны, в то время жил, когда оружие было только мечи, всякие там, да, магия, было там, какие-то там. Способности богов, да, вот мог он использовать. Лук там, все такое проще. А тут, как бы, будет в игре Fortnite оружие ему доступно, там, дробовики, автоматы, кронотометы и все прочее. Это, как бы, немножко смешно такие чувства происходят. Но, тем не менее, к этому можно всему привыкнуть. Ну, а так, вообще, не знаю, скин вообще классный, как бы, вот, голова, не знаю. Какой-то момент она даже, не знаю, то ли это баг, то ли, как бы, просто иллюзия какая-то. Ну, открыл рот. Глаз постоянно светится. Кирка вообще офигительная. Вот он меняет положение рук, то слева, то справа бьет. И он, как бы, так, ну, светится, когда махаешь топором, да, там, долбаешь, что-то вот так вот, свечение такое происходит. Крутое. Эмоция сама, по себе, такая вот. Своя эмоцию мы не воспользовались. Ну, ладно, в принципе, она в лобби такая, что там, ничего, как бы, удивительного. Дельтаплан довольно-таки, ну, такой небольшой, как самое то, что надо. Вот его щит, да, и он держится за цепью и летит. Тоже довольно-таки круто. Так что, такой получился обзорчик. На этом мы его закончим. Спасибо всем за просмотр. Ставим лайки, оставляем комментарии. Обязательно подписываемся на канал. Не болейте, будьте здоровыми и счастливыми. Все, всем пока-пока.